Всем день добрый! Хочу немного поговорить об Афганистане и моей любимой теме помощи Украине от США. Смотрю сводки с Афганистана. Байден, когда принял решение выводить войска из Афганистана, то спецдоклад в Пентагоне был следующий, что типа около пяти лет есть база военная и финансовая, экономическая для защиты городов. И типа все хорошо, талибы будут, ну понятно, мы предполагаем, что талибы будут в сельской местности приварировать, в горной, ну а города будут как бы контролироваться и крупные узлы сообщения между городами армии, и все-таки светский Афганистан будет сопротивляться талибану. Ну вот вчера посмотрел выпуск, какой-то город, не буду говорить там, они там Кунду, Мунду, эти все города, Пешавары. Ну в общем крупный армейский корпус целый сдался без одного выстрела, сдали все оружие, нормальное вооружение там, американцы старались, не так как нам надувные лодки или полевой госпиталь дарили, ну система обеспечения у нас была какая, медикаменты там, госпитальеры, да, парамедицина от США и, ну и все в принципе. Ну афганцев и бронегруппы были, смотрю, вот эти все в тапочках бородатые стоят возле вертолетов военно-транспортных, так что американцы деньги потратили на ветер, ну я понимаю, что у них там отмывали через свои какие-то фонды, очень много денег. Я, как читаю прессу, правительство Афганистана, ну так называемое, проамериканское в Кабуле, они уже, их эти военно-транспортные самолеты, если 130-е стоят, прогреваются, готовят их к эвакуации. Пошли первые беженцы в Турцию, делают запрос по гуманитарных коридорах, куда можно бежать, говорят, ну можно в Киргизию, будем договариваться с Киргизией. Ну в общем, они никому не нужны, ну такая ситуация. Поэтому, если ты обладаешь какой-то идеей, да, она должна быть такая фундаментальная, у тебя военнослужащий должен служить, это, кстати, и Зеленского касается, не для того, чтобы получать зарплату, а для того, чтобы он был идеологически подкован, да, это была его миссия, но тут решил он себя посвятить службе государству, а не так, что они, в принципе, туда ходили как на работу, как маляры штукатуры, эти афганцы, и сдаются целыми армейскими корпусами. Ну и, в принципе, как бы добавить нечего. Падение Афганистана – это вопрос времени. В ближайших месяцев, никаких не годов, Кабул будет окружен, я думаю, в ближайшее время. И взят талибами, потому что страна крайне необразованная, там мало людей в периферийных городах ходит в школу, а там, где не учат, то там тьма и разгул этого фундаментализма. Они, в принципе, вот зашли в город и считают асфальт, например, ну, дорогу, выложенную асфальтом, злом. Ну, что это в Коране, типа, они там где-то вычитали, что это очень плохо, разбирают асфальтную дорогу. Ну, в принципе, как бы добавить нечего. Я не знаю, какой идиот еще может влезть в эту страну. Ну, для нас это хорошо, что в России голова немного болит о своих союзниках. На севере Афганистана надо... Таджикистан тоталитарный и несветский как-то защитить. Плюс согласовать эти все коридоры торговли героином, потому что они же ничего не производят. Чтобы это носило хоть какую-то контролируемую форму. Ну, и плюс решить вопросы гуманитарного порядка. Ну, а так как Таджикистан тоже самое, Туркмения, Узбекистан, да, они страны, которые тоже исповедуют ислам, и эти течения, они очень вкусные, как, например, марксизм, да, что все вам, земля, все вам, вы же правоверные. То Российская Федерация опасается распространения этих фундаментальных течений и на территорию вассальных государств. Поэтому будем видеть ситуацию очень интересную. Ну, а так, в принципе, Америка там строила, строила, ничего не построила. Лучше бы они нам помогали в тех объемах, которые помогали в Аганистане. Когда мы допросимся этой помощи, неизвестно. Потому что я вот вчера смотрел, там, доклад по противотанковым системам в нашем ПТРК, да, ну, то признаю, что ни Стугна, ни Корсар во фронтальном поражении не могут подбить даже 72Б танк. Поэтому нам нужны противотанковые комплексы, более современные, совсем с другими тактико-техническими характеристиками. с умением поражать цель по автоматическому наведению, с поражением башни и на более длительное расстояние, и с большей кумулятивной способностью. Ну, все, всем хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok